Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Эрустому посадила 5 января 2020 года. Всего было посажено 20 семян трех сортов. 5 штук, 5 штук и 10. Сегодня 21 января. Первые сходы рассмотрела примерно 13 января. Взошло всего 5 штук, то есть четверть от всех посаженных. 14 января взошло еще 7 штук. 15 января 2 штучки. И 17 января еще одна эрустома. Итого взошло 15 эрустом из 20, то есть это 75% через 12 дней после посадки. В принципе, неплохой результат. Теперь давайте разбираться более детально. Попытаемся понять, от чего зависит схожесть эрустом. Посмотрим, зависит ли схожесть эрустомы от их стоимости. Эрустома номер 1. Недорогая эрустома. Одно семечко стоит 10 рублей. Фирма поиск. Всхожесть 100%. Эрустома номер 2. Самая дорогая. Одно семечко стоит 19 рублей. Аэлита. Из 5 семян взошло 3. То есть всхожесть 60%. Эрустома номер 3. Одно семечко стоит 9,5 рублей. Престиж семена. Из 10 семян взошло 7. То есть это 70%. Получилось, что у самых дорогих семян самая низкая схожесть. То есть мы выяснили, что цена не влияет на схожесть эрустомы. Давайте теперь посмотрим, зависит ли схожесть эрустом от того, в какую емкость они были посажены. Вариантов всего 2. Эрустомы сажала в торфяные таблетки и в пластиковые стаканчики с покупным грунтом. Торфяных таблеток было всего 8. В 6 таблетках эрустома взошла. То есть это получается 75%. Стаканчиков использовала 12. Эрустома взошла в 9. То есть это тоже 75%. Как на заказ. Не думайте, что я что-то подтасовала. Если бы у меня была возможность, то я бы показала вам взошедшую эрустому. Но она слишком мала. Если наберетесь терпения, досмотрите до конца. Попробую сфотографировать взошедшую эрустому, если у меня получится. Чтобы рассмотреть эрустому, я пользуюсь фонариком и лупой. Итак, оказалось, что нет разницы в таблетке сажать эрустому или в стаканчики. И там, и там 75%. Эрустому сажала со стимуляторами и без. В качестве стимулятора выбрала сок алоэ и сок денежного дерева. Стимулятор сок алоэ. Посадила 7 эрустом. Обработала раствором сока. Взошло 6. Это почти 86%. Стимулятор дирижное дерево. Аналогично. Посадила 7 эрустом. Обработала раствором сока денежное дерево. Взошло 5 штук. Считаем. Получается 71%. Без стимулятора. То есть просто водой. Посадила 6 эрустом. Взошло 4. Это 67%. Конечно, это может быть совпадение. Слишком на малом количестве проводился эксперимент. Но, тем не менее, получилось, что семена, простимулированные соком алоэ, зашли лучше. И теперь об одной основной ошибке. Это касается в основном новичков. Как правило, на упаковке с семенами написано, что всходы появляются через 1-2 недели. Семена надо посеять, то есть разложить по поверхности, увлажнить, закрыть пленкой, поставить в теплое, светлое место, проветривать и ждать. И вот, проходит одна неделя, другая. А всходов не видно. Новичок, отчаявшись, снимает пленку и думает, что ничего не получилось. И забывает об эустоме. А на самом деле всходы эустомы могли появиться просто невооруженным взглядом. Их не рассмотреть. Особенно, если зрение не 100%. Смотрите еще раз. У меня фонарик и лупа. И только так я могу рассмотреть эустому. Фильм о том, как сажала эустому, ссылка сверху, посмотрите. В принципе, сеять эустому несложно. Там, где эустома не взошла, пока пленку снимать не буду. А вдруг что-нибудь еще проснется, хотя надежды нет. Пленку не буду снимать даже с той эустомы, которая взошла. Но каждый день обязательно проветривание. И пока никаких поливов или подкормок. Грунт все-таки еще очень влажный. А у меня на сегодня все. И я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать воскурсе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова